В четверг в нашей области школьный вальс стал самым массовым танцем на выпускных вечерах. Его в торжественной обстановке исполняли 13 400 выпускников. Это действие происходило на самых главных площадках больших городов и небольших районных центров, сел и деревень. Школьный вальс танцевал губернатор региона Константин Сумар, находясь на торжественной церемонии вручения медалей умникам и умницам выпускникам учебных заведений Кобринского района. Я думаю, что каждый человек, который пошел этот путь и когда-то заканчивал школу и танцевал этот свой последний вальс, не последний в жизни, но просто школьный вальс, они, конечно же, остаются самые теплые и хорошие чувства. Разве что-то можно плохое сказать о тех годах школьных, а потом о тех годах, которыми мы сейчас прожили на это время, о том, сделанном на нашей земле. Поэтому самые хорошие, самые прекрасные вспоминания об этом вальсе у меня тоже. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух некогда, сказал великий Пушкин. Их, этих открытий немало в Кобринском районе. 19 золотых и 4 серебряных медали завоеваны. Этими ребятами вручал их глава региона Константин Сумар. И они достойны этих наград. Победители областных, республиканских, международных олимпиад. Они добились успехов в спорте, искусстве и общественной жизни. А сегодня юноши и девушки делают очередной шаг. Расстаются со школой. Безусловно, дети, которые 11 лет отучившись в общеобразовательных школах и подтвердив тем высокие качества знаний, свои девятки, десятки, сегодня получат золотые и серебряные медали. Безусловно, можно сразу согласиться, что это умницы. Причем зачастую эти дети совмещали не только просто хорошую, отличную учебу. Это, как правило, всегда было участие в общественной, спортивной жизни. Поэтому, на самом деле, сегодня наших 23 медалиста, которые сегодня и города, и района, потому что наравне мы сегодня не выделяем выпускников только города, сегодня медалисты города и района будут чествоваться на нашей сцене и получат золотые и серебряные медали из рук Константина Андреевича Сумара. Я сегодня с удовольствием вручал эти награды, медали юным дарованием. И, конечно же, хотелось бы, я им желал, нашим детям, чтобы в их жизни все получилось, чтобы было и счастье, и успех в этой жизни. Но самое главное, я им говорю, чтобы они были настойчивыми, настырными. Падай, поднимайся, снова идти, потому что жизнь такая штука, что не все в ней гладко, но достигает своих целей именно тот молодой человек, да и вообще человек, который поставил себе цель и с ней идет, как бы трудно не было, как бы сложно не было, но и к ней идет, он карабкается, и, как правило, вот это человеку все получается. Учения тяжкие, но благодарный труд, который выводит своих приверженцев на широкую дорогу жизненных возможностей, так считают все выпускники Полесского края. Таково мнение и молодых людей, которые закончили учебные заведения Московского района города Бреста. Их в этом году порядка полутора тысяч, 53 заслужили золотые и серебряные медали. За наградами отличники дефилировали, как звезды в коктейльных платьях, на высоких каблуках и элегантных костюмах. Теперь они могут расслабиться. Нелегкий путь к вершине базовых знаний пройден ребятами с блеском. Надо ставить в жизни свои цели и добиваться их. Это, конечно, большое спасибо родителям, маме, за то, что она воспитала так и помогла мне. Я куполись, маме! Это очень волнительно, потому что я весь год старалась, и экзамены были действительно очень тяжелые. Тем более я единственная медалистка в восьмой школе, и как бы напряжение очень большое было. Но ничего, все получилось, все хорошо. Хочу быть юристом-международником. И куда выступаете? В ППУ. На факультет международного отношения? В международное право. В международное право. Какие видите свое будущее? Ну, я хочу открыть свою юридическую фирму. Не знаю, или получится, конечно, но надеюсь, что все получится. Нам этого будет очень не хватать. Да, школа был очень хороший период в нашей жизни. Я бы даже не уходил еще пару лет, остался бы с удовольствием. Мы вдвоем собираемся поступать в Академию МВД Республики Беларусь. За время учебы у нас было много побед в различных олимпиадах, соревнованиях. Под далыми парусами отправились в жизненное плавание и выпускники школ Ленинского района города над Богом. Праздник с легким оттенком грусти. Рубеж, после которого официально заканчивается детство, это выпускной бал, но в то же время именно он является отправной точкой для новых побед и свершений. Одна латинская пословица гласит, что человек учится не для школы, а для жизни. И это действительно так. Ведь именно школа учит преодолевать трудности, которые неизбежны на жизненном пути. Что будет дальше, зависит от самого человека. Но главное, как бы пафосно это ни звучало, честно служить Родине, отдавая силы, ум и жар своего сердца людям в стране, в которой мы живем. Всем выпускникам наших школ, всей области нашей, именно желаю и такого настроения, такого желания, и такого же терпения, и такой же настойчивости. Тогда, уважаемые друзья, все у нас получится. И мы вам передадим нашу, уже будем надеяться, что это достойная смена, которая приходит к нам, и которая будет делать все возможное, чтобы наша Брещина становилась все богаче. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.